И всем мало хребет игривать, сколько вам мне надо, ведь с вами я, мистер Захвачки, вы на Кида новостях, но мы погнали! Появились первые промо-арты для фильма Человек-паук Возвращение домой, и они довольно-таки интересные. Но также по предстоящему фильму Марвел Человек-паук Вдали от дома появились новые некие детали к этому фильму. Якобы мистерию будет притворяться героем, тем самым опасая Европу от катастроф. И еще эти катастрофы будут вызваны разными стихиями, будь то ли вода, огонь, воздух или земля. И еще говорят то, что тетя Мэй и Хэппи Хоган будут в отношениях. Но мы идем дальше. Появились первые отзывы о фильме Аквамена DC, и они довольно-таки хорошие. Но дело в том, что мнения критиков и зрителей, то есть нас, могут расходиться. И это, само собой, хороший результат, смотря на другие фильмы от DC. И это довольно-таки отлично, то что есть хорошие отзывы. Ну а мы идем дальше. Появились новые кадры с фильма Джокера от Тодда Филлипса. Где можно увидеть то, что Артур в образе Джокера находится на кладбище. И даже там есть множество пасхалок. Ну а мы идем дальше. Появился первый тизер-трейлер к фильму Король Лев, где там можно разглядеть канон к первой части. Но после этого нам рассказали то, что все-таки будут кое-какие отличия. И появится новый персонаж. Сам фильм выйдет в следующем году, летом. Ну а мы идем дальше. Сериал Сорвиголова закончен. И дело в том, что Марвел потихоньку забирает себе персонажей. А контракт между ними и Нетфликс заканчивается. И появился слух то, что Сорвиголова может получить свой сольный проект. Или же он может попасть на стриминговый сервис Disney+. Но также у нас еще остались Каратель и Джессика Джонс. Но их тоже, наверное, закроет. Ну а мы идем дальше. Братья Руссо заявили о том, что Стражи Галактики 3 никак не повлияли на Четвертые Мстители. И не было никаких пересъемок, никаких поправок в сценариях или же подобного. Капитан Америка может быть в четвертой фазе Марвел. Дело в том, что братья Руссо опять же заявили о том, что сам Стив Роджерс не закончил свои дела. И что это значит? Он что ли будет в роли наставника и он будет говорить новым Мстителям, как им быть героями? Честно говоря, не знаю. Ну а мы идем дальше. На стриминговом сервисе Disney+, будет сериал про Алую Ведьму. Но он не будет только про нее. Он будет и про Вижена. Это будет дуэтный сериал, как Баки и Сокол, Грут и Ракета. Знаете, это довольно-таки хорошо и интересно будет посмотреть. Ну а мы идем дальше. На Комик-коне в Бразилии нам показали новый постер с фильма Шазам, в котором мы видим главных героев этого фильма. Ну а сам фильм выйдет 4 апреля в следующем году. Ну а мы идем дальше. Показали новый кадр с фильма Люди в чёрном 4 Интернешнл, где мы видим Криса Хэмсфорта и Тессу Томпсон. И нападающих на кого-то. Вместе с трейлером Мстители 4 вышел и новый постер к этому фильму. Джоди Уитакер заявил о том, что она вновь сыграет главную роль в 12 сезоне Доктора Кто. Ну а также нам показали новый трейлер к сериалу Игра Престолов 8 сезон. Лучше поздно, чем никогда. Начали появляться новые товаспоты к фильму Однажды у Дэдпула. Ну а затем оценки на Рутен Томатос. Ну а мы идем дальше. Показали новый кадр с фильма Годзилла 2 Король Монстров, на которых мы видим саму Годзиллу. Ну а также появились новые красочные постеры по этому фильму, на которых мы видим не только Годзиллу, но и Родана, Мофроу и Гидору. Сейчас ведутся переговоры с Орианой Архони на роль Морстины Бэнкро в фильме Морбиус. Али Вонг присоединилась к актёрскому составу в фильме Хищные птицы. Появился новый стилезон под комиксы арт по фильму Люди Икс Тёмный Феникс, который выглядит довольно-таки прикольно и очень умело. Съёмки триквела Проклятия на Белле официально завершены. И также появилась ещё одна новость, что Джеймс Ван будет одним из сценаристов этого фильма. Ну а также Гарри Добернам будет режиссёром и сценаристом этого фильма, как ему и полагается. Ну а также сообщается то, что Райан Джонсон будет снимать Канава Саут, и там будет множество кинозвёзд Голливуда, включая Криса Эванса, Джейми Ли, Анна Де Армас и многих других. Появились новые концепт-арты от Дэйва Милони по фильму «Бандалорец». Ну а также по фильму «Соник» появился первый постер, первый тизер-трейлер и возможный каст актёров на этот фильм. Но если это будет правда, тогда мы увидим в этом фильме Криса Эванса с Крисом Пратом, ну а также Пола Радо с Томом Холлоном в озвучке. Продюсер Человека-Паука «Возвращение домой» Эми Паскаль надеется на то, чтобы сделка между Марвелом и Сони состоялась по поводу Человека-Паука. Ну а мы идём дальше. Водискьюсим фильм информирует о том, что Роберт Харди может быть оператором в «Сонике» про Чёрную Даву. Ну а мы идём дальше. Появились новые концепт-арты по анимационному фильму «Человек-Паук через вселенные», которые очень красочные. И сразу же видно их упорство над этими кадрами, ну а также вложенная ими душа. Ну а также нам было известно то, что одна секунда этого анимационного фильма была построена от двух до трёх недель, что довольно-таки заметно, не так ли? Так что спин-офф про Гвент Стейси и сиквел про Человека-Паука через вселенные 2 мы можем ждать не так уж скоро. И я лично думаю, чтобы Эппл не выкупила Сони и все права не перешли к Марио. Да, конечно, это хорошо. Но дело в том, что если они перейдут к Марио, они могут закрыть этот проект, и мы не будем ждать спин-оффа и второй части. Но каково ваше мнение по этому счёту? Можете написать своё мнение в комментариях. Я, как всегда, поставлю сердечко и закреплю его, чтобы его все видели. Ну а мы идём дальше. Появился новый постер атрибута Хеллбоя. Ну а мы идём дальше. Эмили Блант хотела бы ещё раз вернуться к роли Мэри Поппинс в его же потенциальном сиквеле. Ну а пока кто-то хочет вернуться к своей же роли в будущем сиквеле, Чон Джон Хун будет оператором в фильме Возвращение в Зомби-Лэнд. Появился новый кадр с фильма Капитан Марвел. Съёмки шестого сезона сериала Щит закончены, и теперь они проходят монтаж и графику. И, наконец-то, хотя бы одна ност по этому сериалу, потому что в последнее время об нём ничего не было слышно. Кроме того, то что премьера состоится после Мстителей 4. По сценарию Джимса Гана, наши горячо любимые герои в фильме Стражи Галактики 3 должны были умереть. Это, конечно, грустный ност для нас, но дело в том, что это рано или поздно должно было произойти. Этих Стражей должны будут сменить другие, как и было в комиксах, и плюс ещё у нас не за горами четвёртая фаза Марвел. Но пока что непонятно, будет ли фильм вообще, и использует этот сценарий для фильма. Но новость всё равно интересная. Ну а мы идём дальше. Сериал «Леденящие души. Приключения Сабрины» продлён на третий и сразу же на четвёртый сезон, что сразу же говорит о его качестве. Ведь и вправду этот сериал очень хороший. Киана Ривз заявил о том, что он хотел бы стать Росомахой для Марвел или же Бэтменом для DC. Как вам такой Логан или же Бэтмен? Можете написать своё мнение в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Ну а теперь перейдём к кинотеории. Дело в том, что у меня появилась своя собственная мини-теория по поводу, кто же может спасти Тони Старка. И я думаю, что его спасителем может быть Вонг. Но почему? Давайте разберёмся. Как мы помним, в начале «Войны бесконечности» Вонг остался охранять Санктум Санктурум. И когда оставшиеся Мстители будут обдумывать план для спасения умершей половине всего живого, и Брюс Бэннер наверняка вспомнит Вонга. А затем он и Кэп отправятся за ним. Ну а Чёрная Вдова за Ронином. Затем они вместе будут обдумывать план по спасению Старка. И кого мы имеем? Ронина, Чёрную Вдову, Бэннера, Тора и Ракету, Скотта Лэнга, Стива Роджерса и Вонга. Но по-моему, кого-то не хватает. А, точно, Пеппер. Она, возможно, увидит сообщение, которое ему отправил Тони Старк в костюме Рейскю. И, возможно, она его и спасёт. Но при чём тут Вонг? Он может открыть портал, или же он может рассказать ту самую тайну, которую ему рассказал Доктор Стрэндж. А это довольно-таки возможно. Конечно, многие думают, что его может спасти Ракета, Тор или же Капитан Марвел. Я этого не отрицаю. Но вот по поводу Рейскю и Вонга, у меня тоже есть свои надежды. Но как вам такая теория? По мне так она хороша, и, возможно, она будет и вправду в этом фильме. Ну а на этом пока что всё. Ставьте лайки, дизлайки, короче, оценивайте мои видео. Хорошо провести новогодние праздники. Ну а с вами был я, мистер Захватчик. Всем удачи, и до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!